Джерона? Классно. Размеры манежа нас уже не пугают. Я там так у*****ался. Мернее пиписик в плане веса велосипеда. Покрышки конец, камере конец. Он не подвергнул. Субтитры сделал DimaTorzok Убираясь с двумя велосипедами вместо одного. Сумка очень тяжелая, она весит порядка 35-38, может быть, килограмм. Это очень много. По-моему, сумки в Сяризоне. В общем, сюда можно вместить огромное количество чак-чак. Открываем канал и поставьте чак-чак. Пишите в директ. Представим, с чем я столкнулся, когда я выйду из Казанского вокзала. И мне нужно будет добраться до Аэр-экспресса на Киевском вокзале. Это будет весело. Прибыла в Испанию. Здесь офигенная погода. Джерона, классно. Начнется, наверное, сейчас акклиматизация. С погодкой все хорошо. Основная цель нашего приезда сюда – это участие в цирковом фестивале «Золотой слон». Увидим, как все обернется. И так багаж получен. О, Кость, привет. Кость, привет. 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 Слушай, у меня к тебе вопрос. Очень интересно, сколько они весят. Ну, я попробую. Давай, давай. Ну, с первого раза, естественно, не угадаешь. Есть и три попытки там. Так, ну. Слушай, легкая, мне кажется, 10. Ну, нет, нет, нет. 30. 29. 31. 39. Прекачался, подожди. 33 500. 34. Сразу видно. Весы правосудия. Батунчик, да? Это наше первое знакомство с цирком. Мы ставим вещи, и все начнется. Манеж, конечно, очень маленький. Метров 9. Довольно неплохая разгонка для Олега. Чистый, ровнейший, прекрасно выглядящий ковер. Что нам дали? На разных языках. Заметели, это единственный, наверное, пейджик, на котором наконец-то начали писать расписание. Это суперудобно. Да, да, да. Прям на нем. Классно. Размер манежа нас уже не пугает. Мы уже оказались на таком. Барьеры белые. И, скорее всего, мы их немного попачкаем. Либо в репетиционный период, либо в момент выступления. Между резинками стыки не такие сильные, поэтому мы сможем что-нибудь показать. Весь сезон 2018 мы отработали в малом Шапито Владимира Деряткина на похожем манеже. Из-за того, что условия там были не очень комфортные в плане поверхности, нам приходилось менять программу. Какие-то трюки сделать более облегченными. Здесь размеры те же, но при этом площадка намного ровнее. Прекрасная же рода. Мы с Артемом выбрались покататься. Покатались ровно, наверное, 5 или 10 минут. Произошло то, чего никто не мог ожидать. У меня есть ключи и заплатка. Ключи и заплатка. Но что он с этим все делает, если у него нет маленького насоса? Эх. Вот он, вот этот момент, когда нужен ручный насос маленького типа. Его, блин, нет под рукой. На этом наша покатушка закончилась. Сейчас поедем менять колесо. Хе-хе. Добрый. Спот закрыт. В свой выходной день мы решили выбраться в старый город. Все дико красиво. Надо просто любоваться и нецезреть. Играет музыка. Ни одна стабилизация мне не поможет. Конечный зритель увидит полную фигню. Играет музыка. 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 Продолжение следует... 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 там или по крутости. Думаю, мы к этому и пришли. Победа по весу. Киписька у тебя больше, короче. Кайф! Обычно люди, когда им скучно, они там читают, играют в игрушки, а в хоккере занимаются вот такой фигней. Нам очень интересно, сколько весят остальные баки, и пока все здесь, я думаю, имеет смысл замерить не только наши с Артемом, а теперь Женя. По его заберениям он весит примерно 10 килограмм. Очень хочется в это верить, но посмотрим, что скажут весы правосудия. Это уже 12. Ориентировочно 9800. Крутое вес для твоего байка. 10400. Холк зафиксировался. 10660. Кластян молодой, у него много сил, я уже старый. В общем, взвешивали ли вы свои велосипеды? Если да, то пишите в комментариях. Какой вес вашего велосипеда? Мы сколько катаемся, никогда этим не занимались, и в весы правосудия показали, чей велик, сколько ветер. Очередной день, и сегодня нас позвали для того, чтобы сделать небольшую коммерческую рекламу для вот этой чудесной малышки. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Выезжай, Олег. Давайте все так же по программе идем дальше. Потом вы с Арнольдом выходите на полную симптомию. И после уже вас я выезжаю, мы выводим на Фернфайд. Как говорится, говно случается. Прямо на первой репетиции столкнулись с Артемом и ударил свою покрышку прямо в кигер. Так, произошло. Вот что. Покрышки конец, камере конец. Очень жалко. А раз еще в хорошем состоянии, но это все на помойку пойдет. Но, по крайней мере, у меня будет на 500 грамм легче байк, когда я буду возвращаться домой. Shit happens. Наверное, я забыл сказать, что мы участвуем в 8-м международном фестивале циркового восьмства, который проходит в Жиронни с 14 по 19 февраля. Здесь шатер шепитошный, рассчитанный на 2000 зрителей. Выступает порядка 88 артистов из 14 стран. И все они представляют такие яркие спектакли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, у нас финальное выступление. Парни заряжаются. Увидимся за кулисой. Улыбаемся и машем. Поехали! Игасака в сума! Ну, то, что сделали замечание, что мы слишком сильно орем. Видимо, я волнение дает о себе знать. Все, мы пошли за раз. Субтитры создавал DimaTorzok Больше ничего сказать. Я запутался. Класс, ты выступили энергично. Главное, отработает чисто. Все здорово. Молодцы, Каш. А я хорошо отказался. Здесь каждый делает свою работу. И в итоге от того, как слаженно работает вся команда, получает целое шоу. Практика показывает, что во время представлений, работы и фестивалей у нас все время происходят какие-нибудь непонятные вещи с нашими велосипедами. Именно поэтому мы начали практиковать использование второго реквизита, то есть второго байка, как запасного за кулисами. Слава богу, сегодня он не пригодился, потому что бывает и такое, что лопается камера, ломаются рули. Это вроде бы такой довольно редкий случай, но он иногда происходит. И когда происходит, не хочется лишаться картинки в работе. Поэтому теперь за кулисами мы держим свои вторые байки, точнее, основные первые, которые, если что, приходят на помощь. Хаба! Я прям еще сижу такой, сразу же после нашего представления мы идем на автограф-сессию. Сюда походит огромное количество людей, делится своими впечатлениями. Ну, а мы улыбаемся и машем, как говорится. Это довольно приятно, немного лестно, но, тем не менее, это делать нужно. Фестиваль – это то мероприятие, на котором тяжелее всего выступать психологически. Даже если ты умеешь делать базовый элемент, и тебе кажется, что ты делал в тысячи раз, нет никакой гарантии, что ты не поймаешь панику. Это человеческие факторы, с которыми мы боремся, и я думаю, сегодня на заключительном представлении мы как-то собрались и показали чистое катание. Считаю, что мы откатались, в принципе, хорошо. В плане катания, мне кажется, сегодня мы сделали такую кнопку «Сейв», что все в порядке, все хорошо. Я сделал все, что нужно было без падений, чисто, красиво, грациозно. Олег, как ты думаешь, как ты сегодня откатался? Малфач. Почему? Я не знаю, мне не понравилось. А ты поел? А, ну, раз выдели солнце. Улыбка от уха до уха. Артем, расскажи, как ты сегодня выступал? Да нормально. И реально самое подходящее слово «нормально», потому что я что-то давно такой ватой, в ногах не выхватывал. Круто, что удалось с этим справиться и хорошо откататься реально. Ну, не максимум, но на какой-то хорошей планке своих возможностей мы отработали весь фестиваль, и это кайфово. Стой, что? Собранность – это единственное, наверное, что тебе может помочь на фестивале, потому что именно здесь проявляется твоя стрессоустойчивость, как и на любом контесте, где ты в последний момент собираешься силами и делаешь какой-то свой камбо бенгер-трик. Точно так же и здесь ты собираешься не силами, а головой и выкладываешься по полной. Это на фестивале очень ценится, и если ты откатался чисто, это уже очень много. Мы приступаем к самой приятной части нашего фестиваля – раздача автографов. Кстати, кто-то отписнул мой стол. Хорошо, что мы с фестивалем не с этим номером приехали. Блин, получилось! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому